Есть знаменитая гмара, сказано о том, что два с половиной года они спорили, стоило вообще появляться в этом мире или не стоило появляться. Как раз вопрос, который мы с вами обсуждаем. Пришли к мнению о том, что не стоило. Не стоит жить. А вероятность проигрыша, она гораздо больше, чем выигрыш. Человек придет в этот мир. И такое натворит. Будет, он же не хозяин своей жизни, не ему дали жизни. Вопреки его воле он появился в этот мир. Вопреки его воле он рождается, вопреки его воле он уходит. Вообще, кто он такой тут? Ну, не получается у него жизнь. Не прожил ее, чтобы добиться цели своего существования. Ну, так естественно, что лучше ему было не появляться. Поэтому обе стороны долго спорили, обратите внимание, до с половиной года спорили. Не просто так. Было много аргументов в ту и другую сторону. И что они решили? Нет. Предпочтительно не появляться в этом мире. А дальше продолжение. Говорят мудрецы. Но нас никто не спросил. И мы снова рождаемся, снова появляемся в этот мир. И что нам осталось? Ну, все. И дальше сказано, что какой путь необходим в шаги в идею. Я не предприняю для того, чтобы, тем не менее, может быть, все-таки, да, мы удостоимся пройти эту жизнь достойным образом. И на этих там повелениях, которые есть, в принципе, основывается книга Силат и Шарим. По крайней мере, ее начало. Бывает такого, что один, он причинил другому телесный ущерб или повредил доброго имени его. Ну, какого отношения теперь этого человека к обидчику? Он его ненавидит. Он ненавидит. Готовлено его простить за униженное достоинство, что с ним произошло? Он не готов. Даже если он скажет, прощает себя, внутри сердца очень тяжело простить. Практически невозможно. Каждый из нас знает, что если его обидели, обидели, как положено, так, от глубины души, ха-ха, попробуй выкорчевать это из сердца. Легко говорить, да, да, я тебя прощаю, конечно, конечно. Тоже эта вещь очень опасная делать. Это вопрос сам по себе. В чем тут речь идет сейчас? Вот тебе представим, давайте, что человек один, да, я знаю, там, чувствовал себя большим, я знаю, здоровым, крепким, и особенно в своем эгоизме не считался людьми вокруг себя, одного стукнул, другого обидел, словом, то, этого, вокруг него всякие разные жертвы. И эти люди очень-очень-очень-очень пострадали из-за этого. Затаили злобу, затаили обиду на него. И вот этот человек решил, что он решил, я делаю чуву. И по всему списку, все, делаю чуву, делаю чуву, делаю чуву, делаю чуву. Он знает этих людей. Он идет, он просит у них прощения. Да, конечно, я тебя прощаю, да. И он идет домой, а они меня простили. Ха-ха, они его не простили. И вот чува, она не принимает. Нет, не принимает. Как знать точно, как так знать точно, что это произошло, что его простили? Как можно знать? Как можно знать? Во-первых, поведение человека, его слова, выражение лица, интонация голоса, она неизбежно выдает, действительно ли он прощает, да или нет. Если человек слеп, не заметит. Если он чувствительен к этому, он заметит, увидит о том, что вроде говорят словами, «Я тебя прощаю». На самом деле тут прощения нет. Хотят отделаться от этого. Что необходимо делать? Чуть ли не упасть в ноги, унизить себя, до... Чуть ли не на коленях просить прощения. Что нам говорит Рабейну Бахья? Он говорит, послушайте. Верно? Если ты сам не сделал чего, как положено, он тебе не простит. Он тебе не простит. Одно с другим связано. Почему? Потому что управляет Всевышний тем, что в сердце человека, управляет. Иногда, обратите внимание, каждый из нас может тоже видеть на себе. Порой иногда бывает, да, не прощу, знаете, что это наше? Не прощу. Еще культура у нас такая, не прощу, да, если обидели, не прощу. Это, наоборот, считалось. А иногда как-то непонятно по какой-то причине, вроде бы, да, вот, вроде обидчик, да. И как-то с легкостью упрощается. Что-то произошло. Мы не знаем, как творец делает манипуляцию в нашем сердце. Маш, манипуляция в нашем сердце. От чего это зависит? Ведь там сверху-то смотрит, а, секундочку, тот, который пришел к тебе прощению, просить у тебя прощения, он действительно искренне хочет попросить у тебя прощения, он сделал чего до конца. А, сделал чего до конца? Так я подкручу в душе обиженного, чтобы он тебе простил. И это пройдет с легкостью. Это то, что обещает нам рабыну Бахе. А если ты не сделал это до конца, то он тебе не простит. Он будет тебе для близира говорить, да, да, я тебя прощаю. На самом деле у него, чтобы физиономия одна уже говорит ему, что, как он тебя простил. Делает сердце каменным, непроходящим. В принципе, надо знать вещи очень странные. Если человека, если человека не любят, значит, сам Бог его не любит. Человека любят, значит, Бог любит. То есть простая зависимость. Смешно. Перке вот, да, Мефураж говорит об этом, в явной форме об этом говорит. Я надеюсь, все это знаете, повторять не будем. Что человек, который любим людьми, он любим им Творцом. Ненавистен людьми, и Бог его тоже ненавидит. Отчего все это зависит в конечном итоге? Вот мы видим от того, насколько, насколько действительно он сделал Чуву. Сколько он сделал Чуву. Настолько Творец. Как тут сказано, смотрите, давайте словами. Водворит в сердце обиженного. Что такое водворит? Да. Яхни слово. Прямо перевели правильно. Очень правильно подтвердил. По-русски во двори-то там. Введет. То есть насильно, искусственным образом. Любовь и благословение. Видите, как от чего зависит? Зависит от того человека. От от обиженного, который не прощает. А от обидчика. Сделал ли он Чуву или не сделал Чуву. Бог достойно молодости. Страшное дело. Совершенно страшное дело. Только подумать об этом. Это и есть Ховата Левавод. Видите, вся книга называется «Заповеди сердца». То есть не обманешь. Не обманешь. Если уже человек делает Чуву. Чувана перед Творцом, в первую очередь. Там все открыто. Поэтому, если уже делается Чува, должна быть искренняя до конца. Согласно всех условий, которые туда перечислены. Приводит он еще один пример. Если ограбленные им находятся далеко, Творец сведет их вместе, так, чтобы обидчик мог повиниться и раскаяться перед обиженной, чтобы тот простил его. Сколько историй есть. Сколько есть историй. Еще раз вы слышите. Один другого обидел. Один другого грабил. Один другого забрал. Очень хорошо. Знаете, я бы добавил тут еще то, что видел тоже некоторым глазам. Иногда видел ситуации, когда один человек не отблагодарил другого, как положено. И через 30-40 лет каким-то образом не встречается с этим человеком. Кто-то на уровне понимает, для чего это произошло. Ааа, как здорово, что я тебя увидел. Ты знаешь, насколько тебя благодарен, что когда-то ты меня па-па-па-па-па. О, для этого они встретились. Точно так же и тут. Но это тогда, когда он, естественно, это не просто так придет, друг ни с того ни с сего. Это придет, когда человек там внутри, он работал, вспоминал, сожалел об этом. Пошлют ему. Точно так же и тут. Обидел кого-то. А он куда-то уехал, нету. А, уехал, нету. Сколько историй есть. Я рассказывал, не помню, рассказывал историю, а не рассказывал историю. Расскажем про одного человека, который не хотел ехать в какое-то место за границу, давать занятия. И поехал, несмотря на все, и не понимает, почему поехал. И по дороге назад встретил на молитве человека, который вообще не должен там был быть, вообще не должен там оказаться. Встретил человека, который сказал, а, это ты? Ты знаешь, моя жена в обиде на тебя. В обиде. И сколько она уже в обиде? Он говорит, 10 лет. 10 лет в обиде. Очень хорошо. Сейчас выяснять, о чем речь идет. В конечном итоге все уладилось, и уже обиды нет, и всего, нечего прочего. Боль этого. Но факт тому, сам факт тому, что совершенно непонятным образом это могло произойти. Понимаете, что Есерараг нам говорит? Человек согрешил. Вот он кого-то забрал, и не знает, у кого он обидел, и не знает, так сказать, а его уже нет, его не найти. Что Есерараг нам скажет? Что это дурно побуждено нам скажет? Расслабься. Ну, куда тебе? Ты же понимаешь, что это невозможно сделать чего. Ты понимаешь, что его уже нет. Ты понимаешь, что его не найти. Ты понимаешь, что вообще непонятно, кому отдавать. Ну, что делать? Побей себе в грудь, скажи, я извиняюсь. Все, все дальше, да. Что хочет Есерара? Похорони человека. Чтобы ему не простилось. Теперь давайте предположим, что Есератов работает. Есерараг побуждение доброе работает. А что оно скажет? Он говорит, послушай, говорит, это не твое... Это вообще... Куда ты вмешиваешься? У тебя есть твоя часть. А в чем она состоит? Сделай чугу. А что такое чугу? Ну, начни с того, что возьми шулха на рух. Начни изучать Аллахот, эти законы, кражи и все прочее, связанное с этим. Начни с этого. Еще раз, еще раз, еще раз. Возьми книги по мусару. Обучай их и снова, и снова, и снова. Ну, учитывайте. Приди, приди, приди в страх и в ужас от своего деяния. Приди все, все. А тебе не требуется, чтобы... Ты же не знаешь, что сказать, отдашь, не отдашь, получится, не отдашь. Это не в твоих руках. Верно? Что это по пониманию разума и здравого смысла и статистики, это по естественным путем невозможно. Верно? Но это если ты управляешь миром. Невозможно. А если есть кто-то, кто управляет миром, то для него все возможно. Для него все возможно. Включая, как мы перетислили, все эти чувства, которые тут происходят. Что вдруг, не с того всего, ты найдешь этого обидчика, найдешь того, у кого ты украл, и вдруг, не с того всего, он тебе даже простит тебе. Чудо за чудом, чудо за чудом, один за другим. Или, как, например, тут, что когда человек крадет и не знает, у кого он крал, и действительно нет возможности, не спрашивай этот вопрос, так я же могу вернуть, не могу вернуть. Ложе я, это не относится. Надо делать чего в любом случае, тогда что произойдет. Отсюда и дальше уже оставь все остальное провидение Всевышнего. Он уже позаботится о том, что если эти свои средства будешь использовать в целях, для общественных целей, например, я же не знаю, купи хумашим в синагогу, или купи молитвенники в синагоге, или купи там, я знаю, так сказать, исправь там свет, или, знаете, поменяй лампы. Что-то вложи, что-то общественное. Нету, в наше время нету вот этого устройства ям, рытье колодцев, это все у нас нет. Есть другая какая-то форма чего-то общественного, что мы можем помочь, как всем сразу. Уже сам творец позаботится, что этот человек, который ты украл, он имел от этого, он получил от этого какое-то неудовольствие, а использовал это, как бы вернулось бы то самое, что у него было забрано тот причиненный ущерб, был бы возмещен в такой окольной, косвенной форме. Продолжение следует...